Всем привет дорогие друзья! И сегодня обзор у нас на фрезер механ. Это вам не хухры-мухры, это механ! Ха! Итак, в общем, что мы имеем? Сам фрезер в комплекте, естественно, поступает вот в такой любознательной коробочке. Посмотрите просто на него. Это ж просто шедевр искусства. Как у них пишут на коробке, привлекательный дизайн. Да вы посмотрите, ну реально, ну привлекает же дизайн. Не, на ощупь, если честно, пластик классный. Огонь! Так, ну коробка пока нам не нужна, мы ее в сторону. У нас еще есть пыльник и линейка. Также получаем ключики и дополнительную цангу. Цанги, значит, у нас идут восьмая и двенадцатая в комплекте. По мощности у нас он полтора киловатта. Мощно скажете, да? Ну это ж китайские полтора киловатта. Так, ключики значатся. Целый год гарантии и щеточки. Вот и вся небогатая комплектация. Ну давайте маленько по фрезеру посмотрим. Люфта, как такового, у столика нету. Ну, скорости у него переключаются сверху. Плохо, что не на рукояде, но тем не менее. А по оборотикам у нас, по оборотикам у нас переключение идет от шестнадцати до тридцати тысяч. Удобное управление пишут. Ну, управление, естественно, кнопка фиксации, это у нас предохранитель. То есть он не фиксируется. Всегда надо нажимать рукой, чтобы тебе пальцы в случае чего не отпилило. И, как сказал уже, регулировка оборотов здесь. Также мы имеем линеечку по глубине запила. То есть, насколько надо, затянули. И работает. Ну давайте хоть включим, пожужжим. Как он у нас гудит. Полтора киловатта вывезет. Ага, так и включу. А вы думали не работает? Да он работает. Гудит он как-то. Поставим кому максималочку. Не будем мучить новый инструмент. Пусть отдыхает. Он уже подустал. Я шучу. Так, глубина фрезерования составляет пятьдесят пять миллиметров. Но это же не здорово ли? Плохо вот они не положили никакой бы фрезочку бы в комплект. Но это было бы круто. Работает от простой розетки 220 вольт. Здесь мы имеем фиксатор для откручивания цанги. То есть, он уперся. Чик. Открутили цангу. Фрезу достали. Поменяли. Поставили дальше. Это у нас пыльничек ставится вот таким вот образом. Сюда пылесос. И пошел кислород отсюда весь. Фиксация я уже показывал. Раз. И готово. Зафиксировали. Пошли работать. Некоторые умудряются станинку заменить. Сделать его стационарным фрезером. Ну, тут ничего такого сложного это и нету, так скажем. Сама станинка подошвы имеет пластиковое покрытие. Оно реально скользкое. Что нигде цепляться не будет. Края все хорошо обработаны. Сам по себе он сделан, ну, вообще, хорошо. Для своей цены. Даже очень хорошо, если честно. Прямо его в руках держишь. Ощущаешь, что не пусть не самый такой дорогой хороший пластик. Но качественный. То есть, нигде не зазубрин такого. Ничего такого нет. Кабель. У него идет морозостойкий. То есть, это, правда, реально резина. Он на морозе не перемерзает, не дубеет, колом не встановится. Электрический фрезер. Мекан. Наш выбор. А этой конторой, ну, мы торгуем где-то года два. За это время фрезеров конкретно продалось уже, ну, дай бог память, ну, штук, наверное, семь. И еще ни одного отзыва плохого не слышали. То есть, люди приходят, покупают фрезы допом. Все рады. А именно это, я считаю, показатель качества. Ведь, если люди довольны, мы тоже. Ну, вот, дружище, как и просил, фрезер тебе отснял. Давайте еще что-нибудь. Что еще снять? На что хотели бы увидеть обзоры? Есть много инструментов, всяких разных. А так подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, раз если не нравится. Ну, и все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok